Основатель марки Lotus Колин Чепман завещал, чтобы автомобили британского бренда были простыми и лёгкими. Однако новые реалии заставили производителя спорткаров придать основополагающие принципы. Первый SUV от Lotus вышел большим по габаритам, сложным по технике и электрическим по натуре. Да, для одного отдельно взятого производителя эпоха двигателей внутреннего сгорания закончилась раньше, чем можно было предположить. Очевидно, что такое решение приняли новые владельцы, китайский концерн G.Li, который предоставил свежую 800-вольтовую модульную платформу. На ней затем планируется построить несколько других машин, но Lotus Electra оказался первым. Архитектура позволила оснастить двухтонный кроссовер двумя моторами, а также внедрить технологии быстрой зарядки аккумулятора. Для 400-километрового прохвата потребуется постоять только лишь 20 минут у розетки мощностью 350 кВт. По умолчанию электрический кроссовер имеет адаптивную пневмоподвеску, но по просьбе будущего владельца автомобиль могут дополнить системой регулировки клиренса, полноуправляемым шасси, активными стабилизаторами и углерод-керамическими тормозами. Любопытно, что англичане обошлись общими фразами вместо подробных технических характеристик. Названная суммарная мощность более 600 сил, ёмкость тяговой батареи более 100 кВт-часов, а примерная дальность хода около 600 километров. И лишь время разгона до первой сотни указано точно – 3 секунды ровно. Так что основной конкурент Lamborghini Urus растоптан и повержен. Правда, итальянский соперник способен ускориться до 300 км в час, а британский новичок – нет. Зато инженеры Lotus'а хвастаются активной аэродинамикой, опционной стеклянной крышей и автопилотом четвертого уровня. Правда, к самой премьере машины реализовать автономное вождение не успели, но клянутся довершить начатое. Другие поводы для гордости – классный дизайн авторства именитых Бена Пэйна и Питера Хорбери, а также продвинутая конструкция кузова. Силовая структура скроена из стали и алюминия, а обвешана панелями из алюминия и углепластика. Выпускать электры будут за пределами Туманного Альбиона в китайской провинции Ухань. Там отгрохан огромный завод мощностью 150 тысяч. Дозагрузить площадку помогут другие электрические Lotus'ы, но это отдельная история.